Ребята, всем привет! Короче, встала я сегодня поздно, хотя будильники у меня стояли ранние, так их назовём. Но что поделать из-за того, что у меня сегодня типа нет никаких дел, из-за этого я так... Ой, как хорошо лежать в кроватке! Вот, и сейчас Слава пошёл за кофе. В итоге уговорила его. Он не хотел говорить, зачем? Ты постоянно отправляешь меня за кофе. Короче, ну так тупо, потому что Слава реально предлагал купить кофемашинку нам домой, чтобы не ходить за кофе. Я сказала, нет! За кофе ходить офигенно! Я обожаю ходить за кофе! В итоге, что вы думаете? Я постоянно прошу его, умоляю. Говорю, пожалуйста, ходи за кофе, я тебя так обожаю. И он злится, потому что он сам не хочет никуда выходить. Так даже, когда я не хочу никуда выходить. Я ему говорю, да ладно, иди сходи, чё тебе? Я пока накрашусь, соберусь, туды-сюды, а ты пока сходишь. Тебе же не надо краситься. Вот так вот я ему постоянно говорю. И он такой, блин, меня просто это бесит, всё. Так что вот, пошёл за кофе мой хороший. А я малюкаюсь. Несмотря на то, что сегодня съёмки у меня отменились, перенеслись на следующую неделю, к сожалению, ненавижу, когда так. Но что поделать? Появились другие съёмки, для которых нужно поехать в торговый центр, в любой, слава богу, и мы поедем в наш, который рядом с нашим домом. И нам нужно со Славой снять видосы в Инстаграм. Вот, пока не буду рассказывать, чё какие, туды-сюды, но надо. Поэтому поедем сегодня, возможно, в кино сходим. Ну, короче, сегодня тоже такой лайт день, а ещё завтра мне нужно понять и подумать по поводу фотосессии, потому что Настя ждёт от меня, когда я ей скажу по поводу студии и всё такое. Но проблема в том, что я не хочу ехать в студию, которая находится пипец как далеко. Точнее, туда, чтобы добраться, это надо, не знаю, сколько часов стоять в пробках. Там всегда пробки, поэтому я ненавижу это местечко. Вот, но там нормальные залы, которые мне нравятся. И вот что меня расстраивает во всей этой ситуации. Хочешь нормальный зал, стой в пробке. Я это ненавижу, у меня это бездит. Вот, и мне нужно понять по одежде. Я-то хотела пофоткаться типа в купальниках, может в белье даже, хотя у меня белья особо немного какого-то, чтобы там новое фоткаться. Прикольно ещё что-то. И вообще всегда вот эти вот фотки в белье, мне очень переживаю. Потому что есть очень тонкая грань сделать фото красивым, женственным или пошлым, понимаете? Вот пошлое это вообще, ну, не. Потому что безобидное фото в белье может выглядеть очень пошлым. А я этого не хочу. Я хочу фотки в купальнике. Но, знаете, не такие, типа я сижу такая вся голая. А может как-то, ну, красиво лежу, загораю там. Вообще люблю фотки в купальниках делать на море. Потому что когда ты делаешь фотки в студии в купальнике, это сразу, ну, типа, понятно, что... Пофоткалась так, чтобы лайки набрать, да? Ну, с одной стороны, конечно. Но это всегда прикольно, мне кажется. Всегда внимание люди обращают, когда кто-то такие фотки выставляет. Вот, ну, и я не исключение всегда так думаю, что если кто-то пофоткался в купальнике в белье, значит, лайки ему нужны. Но я сама так делаю. Не, ну, просто прикольно, мне кажется, классно. Тем более никогда не знаешь, может, я выставлю какую-то классную фотку в купальнике и какой-нибудь бренд подумает, господи, она идеальна! Мы возьмем у нее рекламу, вообще, подпишем с ней контракт, она будет лицом наших купальников, нижнего белья. Поэтому никогда не знаешь. Любая фотосессия может оказаться... Знаете, у меня такое несколько раз было, что рекламодателю понравилась какая-то моя фотка, просто какая-то моя фотка понравилась, и он такой, блин, мы хотим взять у вас рекламу, и примерно вот что-то такое сделайте нам. Поэтому фотки очень важны в Инстаграме. Не просто, как бы, для того, что красиво, прикольно. Ну, и, в принципе, я люблю фоткаться, всю жизнь любила. Но и также важны для того, чтобы, возможно, рекламодатели какие-то обратили внимание. Так что вот, все это очень интересно. Мир рекламы. Вот так. Сейчас я уже, кстати, почти докрасилась. И еще, что я хотела вам сказать. Помните, я в Мак взяла вот такую штуку. Тушь для бровей. Она просто офигенная. Просто офигенная. Вчерашний влог под конец дня, где я уже готовлю. Я намазала только ей. И у меня брови прям, ну, хорошо выглядели. Они выглядели естественно, но такими, знаете, ухоженными. И, как бы, оттенок добавляет. Очень-очень классная штука. И действительно держит их. Сейчас я тоже намазала эту штуку. Я нанесла тени, которые я купила в Мак. Ну, они, кстати, ничего оказались. Вот. Только вот эта вот открывашка не очень удобная, конечно. Ну, для меня, для моих ногтей. Но, на самом деле, я попросила Славу. Он сейчас ее легко, быстро открылся со своими короткими ногтями. Вот. Так что, в принципе, ладно. Просто мне, конечно, с моими ногтями нужно что-то удобное, чтобы открывалось легко. Сегодня я хотела, чтобы мы с Кариной пошли на маникюр. Мне очень долго отвечали по поводу записи. В итоге Карина пошла, записалась в другой салон. А потом мне ответили, что можно прийти на маникюр. А Карина сказала, что она уже ничего не будет переносить, поэтому... Поэтому, в общем-то, я решила, что, ну, пока не пойду. Мне как бы надо уже, да, у меня отросли ногти, но у меня не так горит, как Карине. У нее там сломанные ногти были. Поэтому вот. Еще могу немного походить. Вчера я очень долго убиралась. На кухню убралась, ванну, раковину помыла. Все вот такое вот. В комнатах тоже все протерла. Сегодня я, наверное, когда закончу монтаж, продолжу. Потому что я не все убрала, что хотела. И Слава вчера рано лег спать, поэтому мне надо было очень тихо, аккуратно убираться. Он очень рано лег спать. Просто кошмар. Ну, все из-за того, что он день назад вставал на съемки рано. Его понять можно. Устал. Самое удивительное, что мы встали в одно время сегодня. Хотя я, блин, могла встать раньше. Меня это так бесит постоянно. Вот почему? Ну, что такое? Я прям проснулась. И я начала будить Славу вот так вот, типа, вставай, вставай. В итоге ни он не встал, ни я. И я просто такая думаю, блин. Причем я проснулась, по-моему, даже раньше будильника. Меня это правда бесит. Меня это бесит. Потому что я не могу встать. Еще нужно с волосами что-то сделать. Ну, выпрямить, думаю. Вот вот этот хайлайтер, про который я говорила. Бека. Ну, он классный, конечно. Конечно, классный. Базара нет. Но он такой прям золотистый, знаете. Слишком много зелота для моего бледного лица. Но классный однозначно. Вот. А у меня вот этот вот. И он весь уже закончился. Смотрите. Там по краям просто осталось. Но я его очень люблю. Мне, кстати, его Игорь дарил на день рождения. Причем на 21 год. Представляете, сколько я им пользуюсь? И это вообще удивительно, что он у меня так долго продержался. Поскольку я обычно хайлайтер охреначу. Вот так. Так. Вроде я накрасилась. Сейчас с волосами разберусь. Ой, мне нужна коррекция наращивания. Ай. Знаете, я люблю, когда много съемок. Когда много всяких предложений. Куда-то зовут. И даже, знаете, мне это больше нравится, чем когда ты сидишь и не знаешь, куда себя деть. Потому что когда у тебя много всяких предложений классных, куда пойти, сходить, программы, шоу, съемки. Ты такой думаешь, вау, жизнь не проходит мимо меня. Поэтому не тупите, не сидите дома. Придумывайте всякие штучки. Куда-то ходите обязательно. Я сама себе всегда это говорю, не сиди дома. Иди. Зовут, иди. Иногда просто так лень. На башке у меня жесть. Скоро Слава принесет кофе, и это будет офигенно. Блин, губы сохнут ужасно. У меня прям кожа на губах. Батя пришел домой. Ну-ка все вместе. Длишься на меня? За что? За то, что ты кофе попросила пойти у тебя. Мне не сложно. Давайте я вам покажу, как я на кухне убралась. А то вы вчера только срач видели, а чисто тут и нет. Протерла все. Тут протерла все. Бла-бла-бла. Ну, полы надо помыть. Это я еще не сделала. Микроволновку помыла вчера. Тут все помыла. Тут помыла. Ну, правда, тут уже валяется что-то. Но в целом все помыла. Все-все-все. Вот. Полы сегодня помою. Ванная, раковина. Все блистает. На, попробуй, она добавила. Три сахара. А, там она добавляет, а не ты. Понятно, что мне так плохо было в тот раз. Короче, как же мне достала уже эта смена планов. В общем, съемки, про которые сегодня мне сказали, придется перенести на завтра. Потому что нужен какой-то человек, который что-то поможет сделать. В общем, как обычно. Поэтому, ну что ж, сегодня у меня опять обычный, спокойный день. И я бы сегодня поехала. Все сняла, что надо. Куда угодно. Я могла сегодня даже на две съемки успеть. Но поскольку постоянно все переносится и постоянно что-то от меня не зависит, я просто отпущу ситуацию и завтра решу этот момент. Короче говоря, наши планы круто изменились. Я залезла на сайт студии, недалеко от нашего дома. Посмотрела в зал такой, думаю, ну прикольно. Мне понравился зал на сегодня прям. Я его забронировала. Говорю, Славя, вставай, пошли фоткаться. Вот, поэтому сейчас я пытаюсь повторить плойкой эффект уложенных волос на круглую расческу. Вот. Я думала накрутить волосы, но не хочется. Ну, вроде нормально. Ну, не так, конечно, как по вкусу-то, конечно, вкусно, но не так, чтобы прям вау. Вот, короче, забронировала в зал с 8-ми до 5-ти. Возможно, мы его продлим. Сейчас 7 часов. Подожди, это не моя машина. А где моя машина? Да. Как красиво горят дома. Мне холодно. Короче говоря, мы уже вышли из дома, сели в машину. Сейчас ее прогреем. Поедем в Мак. Да пофиг. Поедим его немножко, возьмем с собой напитки прохладительные и сразу в студию. Она недалеко прямо от Мака находится, поэтому с кайфом. В студию придем и будем фоткаться и дело снимать. Потом я буду сидеть дома все это в фотошопе. Выставлю в Инстаграм, наберет миллион лайков, конечно же, как всегда. Да, ребят, зацените, как здесь прикольно. Мне он чем понравился, что там как раз в купальнике будет офигенно, пацаны. Только сейчас холодно, а он еще не согрелся. Включили обогреватель. Только маленький такой обогреватель для такого пространства. Я думаю, что тут у него полчаса надо ему. Не, ну пока можно в одежде похрустить. Так, сразу нужно ходить в лаунде камеры, чтобы я узнала не переделаться. А то я не люблю в студию прийти, раздеться на голову, только когда уже нет смысла. Но я всегда надеюсь, что камеры не работают. Или там сидят и смотрят на меня и фапают. Поняли? Короче, я... Поняли, поняли. Нам нужно разобраться с этим самым. А еще мы взяли зал на 2 часа. Потому что так дешевле. Ну, расскажи, что он сказал. Что он сказал? Ну, он сказал, что там же скидка типа была. Зал, короче, стоит 1800 с чем-то на час. И написано на сайте, что скидка 20%. И я такая прихожу, и он такой 1800. И я такая говорю, у вас же там скидка. Он говорит, это от 2 часов. А если 1 час, то даже идет наценка. Я вообще офигела. Я говорю, давайте на 2. И в итоге мы за 2 час, получается, заплатили где-то 500 рублей. 30% наценка, если ты не берешь 2 часа. А если берешь 2 часа, то 20% скидка. Видите? Так, это что? Это место для грима. Братья грим. Кстати, вчера виделись с братьями грим. Ну, че, че, почему не включаешься? Опачик. Че, 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 че? Все, я разобрался со светом. Оказывается, надо было найти розетку. На, вот так вот. Лампочки подсветились. Точнее, лампочки включились. Ну, какой свет, ну, можно... Не знаю, я со светом не шарю, типа, я же не фотограф, но... Здесь, думаю, здесь ничего сложного, но... Вот этот самый простой, мне кажется. Суть же не в простоте, они для разных, наверное, этих... Для разных... Ну, да. Ну, может быть, он нам и нужен, а че, хороший свет будет. Ну, мы пока берем, посмотрим, как у нас маленького. Вон тут розетка есть справа. А сейчас фотографы такие смотрят на нас, такие фейспалом. Боже мой, что за... Да, Боже. Что за просто дилетанты, дилетанты. Раньше с Кариной мы очень часто ходили в студии, но там стали каким-то там суперпопулярными, типа. Мы очень часто ходили и сами фоткались, понятное дело, сами свет выставляли. Без какого-то там опыта, просто такие самоучки. И на самом деле... Нахера? У молодого колесика волосы. Все просто не ели. Из-за волос. А как это вообще? Твоя мать. Юля сейчас нежно и мягко вставляет колпак. Что за глупости? Какие еще колпаки? Ну, это колпак. Это синхронизатор, наверное. Ну, это колпак и синхронизатор в одном ключе. Те же нужно с канала синхронизировать. О! Да. Тест, видишь, какой я умный. Да, ты вообще умный. Так, ну вот мы и фоткаемся в купальнике, как я и хотела, горячие снимки, поэтому завтра, наверное, выставлю в Инстаграм. Поставьте лайки. Поняли? Что еще могу вам рассказать? Слава недоволен, ему все не нравится, студия ему не нравится, потому что она была подобрана мной для меня, и я думала, что здесь и он сможет сделать классные фотки, а ему ничего не нравится, он недоволен. Из-за этого у меня нет настроения. Я ему говорю, давай пойдем еще в другой зал на час, который тебе подходит. Он говорит, нет. Что скажешь? Что мне говорит, ты все правильно сказал? Короче, мы уже уходим. Довольна ли я этой съемкой? Не знаю, вообще не уверена. Я замерзла, как собака. У меня еще с собой капли в нос нет, и мне нос заложило. Я просто все ненавижу. И вообще тупой день. Как же меня заколебали люди, которые сначала говорят, да, вот в этот день давайте вот это делать. Детка, да, да, хорошо, все распланировала. А в итоге потом, ой, нет. Короче, я жутко замерзла, до сих пор не могу отогреться. У меня болит половина башки какого-то фига, заложен нос. Вот, в кино ничего нормального нет. Мы приехали со Славой к дому, и я ему говорю то, что мне очень грустно, день фигня, меня бесит, что съемки отменились, перенеслись. Потому что я хочу каждый день снимать что-то для вас интересное, а по итогу, что сегодня ничебонтик, я бы не было. Я понимаю, бывают дни домашние, и они по кайфу тоже, потому что я что-то делаю дома. Но не могу же я вам каждый день показывать то, что я делаю что-то дома. Ну, короче, бесит, из-за этого я парюсь. Но, с другой стороны, что я могу поделать, если вот такая жизнь глупо, тоже из-за этого расстраиваться, я это понимаю. Я же не виновата, что люди что-то там меняют, переносят, и от меня это не зависит. Короче говоря, мы пришли со Славой в ресторан, заказала себе бокал вина двойной. Вот, заказали салат, сыр, сулугунь. Сейчас еще ждем шашлык с виной, с этим, с моей любимой капусточкой. Так что покушаем с кайфом, потом пойдем домой. Я зашла домой, быстро переоделась, взяла каплю в нос. Мне немножко полегчало. Вот. Так что, скорее всего, наверное, влог вообще короткий сегодня будет, блин. Просто обожаю свиной шашлык, и мне нравится, что кладут капусту, но эта капуста не вся моя. Моя вот столько где-то, и вот эту часть отдал мне Слава, а я ему отдала свой лук. И я всегда беру себе белый рис отварной, не знаю, мне очень нравится это сочетание. Сыр в сулугуне, вино, лед. Сидим со Славой, кайфуем. Он пьет чай, картошечка фри у него. Мы с ним, короче, обсуждаем. Когда мы были на шоу Нука все вместе, там был один такой момент, конечно, вряд ли его вставят. Ну, я уверена, что его не вставят. Короче, Слава нажал на кнопку, встал, начал подпевать, а я сидела. И он мне такой, типа, давай, давай, вставай. Я, короче, в итоге тоже такая. Ну, мне на самом деле тоже нравилось, просто я ждала чего-то. Я планировала вставить, просто мне хотелось что-то еще услышать в выступлении. Ну, не суть. Я говорю, что было бы круто, если бы это вставили, и мы бы могли записать экран и снять такой ТикТок, вставить какое-то ужасное выступление чье-то. И здесь Слава нажимает, начинает подпевать. Короче, если вставят хоть одного из нас, как мы нажимаем на кнопку и встаем, или просто вблизи нас снимут, что, типа, мы встали, то можно будет классно смонтировать для ТикТока, типа, как прикольчик, знаете. Ну, не знаю, вообще, ладно, забейте. Ой, девочки, с Тариной переписываюсь по поводу мероприятий и на следующую неделю. Короче, в итоге с Настей и Фед мы решили поснимать на следующей неделе, потому что у меня на этой неделе как-то непонятно все получается. Ух ты, смотрите, какой рисунок мне нарисовали. Ну, не рисунок, это на компе, наверное, но прикольно. Прикольно вообще, мне так нравится, как часто меня рисуют в последнее время, прям очень приятно. Надо репостнуть. Так что, если что-то прикольное такое рисуйте, обязательно выставляйте, вообще рисуйте, отмечайте меня, мне очень приятно, я все это сохраняю к себе даже на телефон. Так что прикольно. Вот, кушаю шашлычочек, очень радостное. Делаем глоток. Вишневого сока. Шашлык. Потом рис. Ммм, белиссимо. Можно хлебушек. Итак, ребят, ну что ж, мы уже дома, я уже сижу за компом, монтирую видос, выпила два бокала вина, один был двойной. И из-за тупого вина, из-за того, что у меня губы обветрились, у меня постоянно остается красное такое на губах. Меня это жутко бесит, просто. Это отвратительно, какого фига. Вива там ко мне скребется, потому что я дверь закрыла. Я уже, кстати, в домашних штанишках. Ну, что ты ко мне скребешься? Иди сюда. Ой, собачка шоколадная. Вот такая вот у меня Вивочка смешная, фрикаделька. Да мой маленький, ты по-моему скучала, ты что скребешься? Так люблю, когда она постриженная. Ну, и люблю, когда она волосатенькая. Ты мой стесной, малыш. Так, сижу, читаю комменты, вообще начала монтировать, что-то у меня там заглючило, я решила, что ладно, пока там все у меня перезагружается, алле, сниму видосик, точнее продолжу снимать. Короче, я сегодня распсиховалась, потому что, когда мы приехали со Славой домой, точнее, ну, к дому, заехали во двор, я ему сказала, что мне нужно подняться наверх, взять капли, переодеться, потому что мне холодно, ну, после фотосессии наших. И когда мы пришли домой, я начала искать у себя в столе переходник, который мне подарила Карина, она купила в Америке, туда вставляешь флешку, вот эту карточку от фотика, и подсоединяешь к телефону, и можно быстро перекинуть все фотки, видео с фотика на телефон. Не знаю, может быть, в Москве тоже такое продается, я не видела, ни разу я вообще редко захожу в магазин Apple, не знаю, раз в год, в два года, когда мне нужно айфон поменять, типа, из разряда, вот. Но Карина купила в Америке, привезла две штучки, мне одно дало, и я, короче, пыталась найти ее у себя в столе. Что вы думаете, я нифига не нашла? Я распсиховалась, начала все вот так вот просто поднимать, переворачивать, и это мне как бы дало понять, что пора разбираться в столе, потому что у меня там куча мусора, а у меня постоянно, знаете, какие-то бумажки на столе лежат, если вдруг я такая открываю, туда закинула и забыла, все. И меня это бесит, потому что там куча мусора, и вообще в принципе меня бесит мусор. Знаете, что самое сложное? Избавиться от мусора в том плане, что тебе всегда кажется, что тебе это пригодится, тебе это нужно, но на самом деле по факту нет. Понимаешь, Виф, о чем я говорю? Всегда я так думаю. И мне это не нужно, мне это не пригодится, и я это в глубине понимаю. Ты понимаешь, о чем я говорю? И я всегда думаю, что мне это пригодится, и меня это бесит, потому что бардак просто нереальный образовывается из-за того, что я оставляю ненужные вещи. Короче, я хочу почитать комменты, Виф. Я буду тебе читать, а ты реагируй. Такой комментарий мне очень понравился сразу. Юля, зачем так делать с Кариной, как будто ты заразишься чем-нибудь, если коснешься ее? Зачем тогда вообще вышло с ней гулять? Не пойму. Во-первых, родина вируса, не Корея, а Китай. Я это знаю, но, а ты знаешь, что Корея пипец как близко к Китаю. Во-вторых, везде китайцам заблокирован вход в чужие границы, даже Китай сам себе внутри границу закрыл. Не то, что там другие страны. Ну и действия у тебя, конечно, обидные. Ну, на самом деле, кто не понимает, тот может думать, что хочет, обижаться, думать, что я офигевшая и думать, что Карина какая-то заразная. Если бы я думала, что она может меня чем-то заразить, конечно, я бы не пошла с ней гулять. Я не хочу поднимать темы всяких вирусов, поскольку мне уже одно видео заблокировали в плане монетизации, что вообще удивительно. Ну, точнее, с одной стороны удивительно, а с другой стороны я понимаю, что это как бы сомнительные темы, которые лучше не обсуждать. Конечно, я просто из тех людей, которые переживают. Типа, береженого бог бережет. Я никогда не пойду туда, где мне кажется, что может быть что-то не так. Я никогда не пойду на какие-то сомнительные мероприятия, еще что-то, на какие-то там аттракционы, где я не пойму, что происходит. Ну, то есть я всегда боюсь за свою жизнь в том плане, что я не буду рисковать своей жизнью. Юля, почему ты стала чаще гулять с Вивой? Раньше говорила, что не будешь ее на улицу водить. Я не помню, чтобы я говорила, что я прям не буду ее на улицу никогда водить, выводить. Не помню такого, чтобы я прям говорила. Я говорила 100%, что мы с ней не гуляем. У нас Вива ходит в туалет дома, и это безумно удобно, и ей хорошо, не надо там свои попки морозить. В любом случае, я понимаю, что она собака, и ей нужно гулять. Она хочет гулять, так же, как и живой, нормальный человек, которому нужно общение. Нужно выходить на улицу, общаться с людьми, видеть мир, в принципе. Я понимаю, что Вива такое же существо, пусть она и собака, но ей так же нужно выходить на улицу и общаться с другими собачками, нюхать какие-то запахи. Это нормально, я это прекрасно понимаю. Но выводить ее на улицу, когда очень холодно, я тоже не хочу, потому что, ну не знаю, я чувствую Виву, я понимаю, что ей это не очень много доставляет удовольствие. Мы как-то вышли гулять, она наступила в снег, и она чуть ли там не скулить начала. Не знаю. Может быть, там ей какой-то реагент попал в ножку, может, просто она что-то там себе придумала. Не знаю, Вив, объясни. Почему ты не разговариваешь? Но в любом случае, я просто жду, когда будет потеплее, и я реально безумно хочу гулять. Я прям очень жду, когда можно будет выйти спокойно, с кайфом в парк. Вот сейчас мы когда из ресторана до дома шли, мы бежали, мы не шли просто, потому что безумно холодно. Вот ты прям дышишь, и вот сейчас что-то морозить прям начало. И жду, когда будет потеплее, чтобы можно было взять кофеечек, прогуляться по парку с Вивочкой. Ну, мой хороший, вкусная собачка. Так люблю ее, то, что к ней можно прям прижаться. У Вива ушки проколоты? Нет. Это стразы. Я очень часто это повторяю, но... Что поделать, не все смотрят все мои видео, поэтому буду повторять снова и снова, что это просто стразы, которые наклеиваются. Попробуй во влоге маску на своем лице, пожалуйста. Вчера перед сном... Блин, вот я думала, что да, надо как-то попробовать. Вчера перед сном я попробовала серую маску. Они не дешевые, но я знаю, что они реально действенные. Я, когда попробовала вот такую маску, я офигела. Вот вчера мы ночью с Камилой переписывались, с подругой моей. Она ответила на мои сторис с этими масками. Она говорит, что да, они офигенные, она сама такими пользуется. Но она ответила на мои сторис, где я показывала тканевые маски. Тканевые маски подешевле. Они там что-то 500, 400... Что-то такое 500, 600 рублей стоят. Я просто тканевые, еще не пробовала вот такие конкретно этой фирмы. Но вот Камила, моя подруга, сказала, что они просто офигенные. Она видит реальный результат от этих масок. Я ими еще не пользовалась, но я пользовалась вот такими, желтой и серой. Вчера я попробовала серую. И вот здесь вот у меня болячка была, помните, в других влогах. Я, короче, сказала себе, что я не буду ее трогать, потому что если я буду ее трогать, я очень переживала, что у меня останется пипец какой след. Так вот, вчера я использовала эту маску, и я прям заметила, что... Вот даже сегодня, когда я проснулась, вот эта вот болячка у меня, она, во-первых, перестала так сильно выпирать. Прыщ. Будем называть вещи своими именами. Перестал так сильно выпирать, и стал как будто... Ну, как будто более-менее зажил. То есть у меня перестали руки чесаться, чтобы начать это все ковырять, давить. А для меня это, ну, реально, я ненавижу прыщи на лице, я не могу смотреть на какие-то прыщи. Мне надо обязательно их сразу выдавить, чтобы успокоиться. Мои руки чешутся. Не знаю. Кто такой же, напишите в комментах, но это же и за, ну что поделаешь. Ну и вот, серая маска мне очень понравилась. А вот эта желтая, кстати, она же для сияния вроде. Да, вот мне Карина такую дарила, но я не могу сказать, что у меня появилось какое-то сияние прямо на лице после нее. Но когда я попробовала эту маску, я просто офигела, потому что у меня были болячки такие, знаете, типа как сухие уже, которые должны вот, ну вот мешают. Их не закрасишь, не замажешь, ничего. И они у меня как будто, блин, ну размякли, странно звучит, но они как будто сгладились. Они перестали быть сухими, то есть она увлажнила в любом случае, и результат был офигенный. Поэтому я просто приняла решение такое для себя, что я не буду тратить деньги на непонятные мне маски. Я не буду покупать маски, которые стоят 200, там 250, 300 рублей, потому что они не работают. Я, бывает, прихожу в магазин подружку, покупаю себе кучу разных масок, там на 2000 даже выходит. Я прям куплю много сразу, чтобы у меня было дома, потому что вот после вот этой маски, которую мне Карина дарила на день рождения, я начала реально пользоваться масками. Ну потому что мне показалось, что раз эта маска мне помогла, буду пользоваться вот всем подряд, все мне поможет. Фигня. Вот реально фигня. Я не знаю, но вот маски, которые стоят типа до 350 где-то рублей, ну вот все, которые такие маски я покупала, они мне не помогают. Вообще никакого результата, вот вообще ноль. Как будто бы даже хуже становится. Вот я вам клянусь, маски, которые я покупала, которые стоили что-то типа по 400 рублей, 500 рублей, от них я видела какой-то результат. Реально кожа увлажнялась. Я не говорю, что надо обязательно покупать дорогие маски, просто это я говорю про свой опыт. Понятно, в любом случае зависит от бренда, который ты возьмешь и все такое, но теперь я буду стараться брать маски только вот этого бренда. И несмотря на то, что вот эти вот маски дорогие, ну типа взять их кучу прям, ну это реально дорого. Если одна маска стоит 1500 где-то, ну я понимаю, что если я прихожу в магазин, я могу потратить типа 2000 на тканевые маски, бесполезные, которые мне не помогают, в этом нет смысла. Я лучше куплю одну вот такую и одну какую-нибудь тканевую. Один раз в неделю я такой попользуюсь, и потом на другую там неделю я тканевую использую, и у меня будет больше результата, чем я возьму кучу, миллион себе разных тканевых масок, которые стоят по 200, там 300 рублей. Не знаю, напишите в комментариях, какими масками пользуетесь вы. Мне правда будет интересно, потому что я очень долго не пользовалась, очень долго я говорила всем, что это все фигня, вообще не работает, поскольку маски, которыми я пользовалась, были реально фигней. И сейчас, только сейчас, после того, как я попробовала реально крутые маски, я это понимаю. Реально нет абсолютно никакого смысла тратить деньги на дешевые маски, купить их сколько-то там штук. Проще сразу купить одну маску хорошую. Вы хотя бы увидите результат. Я просто сама на себе это прошла, и мне надоело то, что я покупаю кучу масок, я реально трачу большие деньги на маски. Но я беру их огромную кучу, и чуть ли не каждый день их делаю, и понимаю, что все это херня просто, вообще не рабочая. Зачем я это все делаю? Так нравятся твои влоги, и многие говорят, что у тебя скучная жизнь, но это не так. Просто еще многие блогеры привыкли показывать только яркую часть жизни, либо же просто придумывать занятия себе. Тем более, у остальных очень редко есть недели влогов, и многие просто делают нарезку с определенных дней. А ты показываешь все как есть, ничего не наигрывая, именно этим ты и цепляешь. Продолжай в том же духе. Да, я согласна, не у многих блогеров есть недели влогов, поэтому зачастую кажется, что у всех очень насыщенная жизнь. Комментарии. Посмотрела эту программу, и там ясно, понятно, эксперты в области творчества, песни. А при чем тут ты? Я ничего против тебя не имею, но вот это мне непонятно. У меня уже есть пять треков записанных, и, конечно же, конечно же, ну типа, о чем вообще базар? Я не профессиональная певица, я даже ни разу нигде не выступала, кроме своего дня рождения, когда мне 21 год исполнялось это, ну, как бы, выступление, но в любом случае мне было страшно, было много людей. Хоть они были и мои друзья, все равно это было страшно. Конечно, я не профессиональная певица, ну, типа, о чем базар, но меня туда позвали, потому что я связана с музыкой, и кто бы что ни говорил, и даже что бы ни говорила я, я всегда себя принижаю во всем, что я делаю, поскольку, ну, вот такой я человек. Я не люблю говорить, что, ой, а ты знаешь вообще-то, что у меня 2 миллиона подписчиков? Хотя, когда выйдет шоу, вы, наверное, поржете, если они все не вырежут, что я говорила. Просто Николай Басков спросил, сколько у меня подписчиков, и я не растерялась и рассказала. И, конечно, там все были в шоке, но я знаю, и это 100% так, у меня очень хороший слух. Конечно, когда меня звали на эту программу, никто не спрашивал, не проверял мой слух, это все фигня. Но я точно знаю, что то, что я там была, это не то, что меня просто так позвали. Типа, у меня не было ощущения, что меня позвали просто, просто так. Я не чувствовала именно себя, что я там сижу, как какое-то ничтожество, которое никак не относится к музыке. Я себя чувствовала там абсолютно комфортно. Когда рядом со мной мои соседи говорили про музыку, про какие-то даже термины музыкальные, я не была ничтожеством, которое ничего не понимает, потому что сколько уже три года я со Славой, и многому он меня, конечно, научил, много я узнала от него, и все-таки у меня уже пять записанных песен, которые не просто были записаны за один раз, которые я репетировала, занималась, и в любом случае узнавала какие-то новые для себя вещи музыкальные. Поэтому то, что я находилась там, это все абсолютно логично. Я отношусь к музыке, я отношусь к творчеству, несмотря на то, что я не выступаю на сцене, я не профессиональная певица, которая занимается этим много лет, я к этому отношусь. И это есть в моей жизни. Назвать себя певицей будет очень громко, наверное. Но я певица! Алло, гараж! У меня пять треков! Поэтому пофиг. Знаете что? Я еще и актриса. Кто сказал, что если ты снялась несколько раз в киноте, себя нельзя считать актрисой? Кто сказал, что если у тебя пять записанных треков, для кого-то это целый мини-альбом, знаете ли? Нельзя считать себя певицей. Оттого, что я не выступаю на сцене, только поэтому я не могу назвать себя певицей. Я певица, актриса, фотограф, блогер, тревел-блогер, кто я еще, ребята? Фотошопер, монтажер, оператор. Все. Все, что связано с творчеством, все это моя тема. С конкретно вот этим творчеством. Я, конечно, не художник. Нет, это вообще не моя тема. Песни я тоже не пишу, но камера, музыка, это моя тема. В любом случае, я точно знаю, что мое место на этом шоу было, можно сказать, заслуженным, а не то, что просто я пришла туда посидеть, семечки погрызть. Возможно, кто-то со мной не согласен. Вполне возможно. Ну, типа, это ваше мнение. Вы можете считать меня вообще кем угодно. Можете не считать меня даже блогером. И, между прочим, я три года училась в музыкальной школе. А там не все певцы сидят. Там много сидит композиторов, педагогов и просто тех, кто приближен к музыке. Там не обязательно, чтобы ты был заслуженный артист, блин, на Российской Федерации. Поэтому, ну, не надо. Нормально я там сидела. Короче, что у меня в столе? Я очень хочу найти переходник. И мне непонятно, где он. А еще я хочу вам показать просто шок-контент. Такого вы еще от меня не видели. И это просто реально шок-контент. Я вам сейчас покажу один из самых первых моих телефонов. Он у меня был, наверное, появился, наверное, когда мне было лет 12, по моим ощущениям. 11, 12, ну, не знаю, по-моему, 13. Думаю, все-таки 11, 12. Короче, вы готовы? Сейчас просто дети, я не знаю, кто, 12-13-летний, там, ну, короче, подростки, просто сейчас офигеют, вообще не поймут, что я им показываю. Это Sony Ericsson. Хрен пойми, какая модель. Кубершот. Пацаны, вот камера. Раскладушка. Вы это понимаете? Просто. Я вообще даже не знаю, как его включать. Для меня это такая же непонятная старина. Посмотрите, какая здесь зарядка. Откуда такую взять? Такие вообще есть. Это, знаете, это мое детство. Вот здесь, видите, здесь одна стразненька. Он был весь в стразненьках. Прям весь, такой классный, в стразненьках. Мне дедушка его подарил. Ну, понятное дело, я их все нахрен отковыряла, хотя они мне очень нравились, но я их отковыряла. И одна все-таки осталась. За несколько часов до Нового года, 2020-го, я у мамы дома там что-то помогала ей разбираться, убираться, и, короче, нашла у нее в столе мой старый телефон. Я говорю, это что такое? Она говорит, это память, я его храню. Потом она из шкафа достала мои первые батильнички, просто вот такие, вот знаете. И я, короче, решила забрать телефон. Я говорю, зачем он тебе? Ну, мне тоже как бы по приколу покажу, дома Славе покажу. Он вообще офигеет. Он, конечно, офигел. Камера. 5 мегапикселей, пацаны. Вы вообще представляете, до чего технологии дошли? Просто посмотрите на мой телефон, вот этот, и на мой айфон. По размеру. Раньше все такие телефоны были молодняк, вы понимаете? Вот это вот айфоны, да, что там, Самсунги, не было такого. Вот такое было. Вот так его открываешь, кнопки нажимаешь, и это было офигенно. Такая ностальгия, конечно, сумасшедшая. Камера вот так вот, вот хочешь сфоткать, надо вот так вот сделать. Я не знаю, мне очень интересно его включить и посмотреть, что там вообще, работает он или нет. И надо, конечно, постараться поискать вот такой вот переходник. Может быть, на самом деле и найдется. У меня дома точно нет такой фигни. Вивочка, ты можешь себе это... Все это время у меня Вива сидит тут. Она уже поспать успела. Мой маленький шабачонок. Шабачурка мамина. Ой, а маме же еще голову надо мыть. Короче, я помню, что мы в классе передавали всякие картинки, блин, поэтому и к порту вонючего. Хотя здесь, по-моему, уже блютус. Не знаю, ну тут, конечно, камера 5 мегапикселей меня убивает. Тут даже вспышка есть, можно было вот так вот фоткать. Короче, круто. Просто нашла у мамы, офигела, думаю, блин. Вчера смотрела Пушку, интервью Кати Клэп. Ну, прикольно, что. Вообще, люблю смотреть интервьюшки. Особенно, когда дома убираюсь. Прям обожаю. Как же мне калибали эти провода. Кстати, кто-то мне написал, типа, Юля, сходи на какое-нибудь интервью, будет прикольно послушать. На самом деле, ой, вы знаете, меня зовут на интервью, но каким-то непонятным образом я то занята, когда меня зовут, то еще что-то, то я отказываюсь. Хотя я сама пошла бы, но, блин, интервью это такая тема, я так не то, что странно к этому отношусь. Я знаю, что на интервью я могу рассказать то, что я никогда не расскажу в своих видео. Например. Но при этом я всегда переживаю по поводу того, что я очень часто, это правда, я очень часто могу что-то начать рассказывать, ну, в своих влогах, мне просто комфортней. Я в своих видосах могу начать рассказывать какие-то вещи, а потом при монтаже я очень много могу вырезать, и я думаю, это вообще не надо. зачем вообще такие вещи оставлять. то есть, на самом деле, когда вы смотрите мои видео, где я болтаю с вами, что-то рассказываю, если это касается каких-то тем, где я обсуждаю там, не знаю, блогеров, чьи-то видео, даже на этой неделе у меня было такое видео, я там очень много вырезаю, потому что, когда я снимаю, я говорю все, о чем я думаю, но когда я монтирую, я понимаю, что я здравомыслящий человек, мне еще общаться с этими людьми, и мое мнение никому нахрен не надо. Я могу сказать все, что я думаю, хотя по факту потом я буду думать, зачем я, вот зачем я это выставила, ну зачем. Поэтому я не очень люблю интервью, потому что я люблю говорить все так, как есть, сразу же. Я не монтирую себя в голове, поэтому на интервью я чувствую, что у меня нет свободы слова. Точнее, я скажу, как я думаю, но прежде чем я скажу, мне нужно максимально долго подумать, чтобы не сказать что-то, из-за чего я потом буду переживать и жалеть. А у меня такое бывало. Я могла что-то сказать, а потом сидеть и думать, зачем вообще я это сказала. Я вообще же не это имела в виду. Типа, я хотела вообще не так сформулировать еще что-то. Ну то есть, поэтому интервью это такая тема. Я люблю интервью смотреть. Я бы, может, даже с удовольствием пошла на интервью на самом деле. И меня звали на два или на три интервью вот буквально еще в том году даже, в конце года, типа на декабре меня звали на интервью, но я не пошла, потому что, во-первых, я улетала в Дубай, мне не до этого было. А во-вторых, из-за дня рождения, Нового года я не хотела, и у меня там что-то еще, какие-то там дела, съемки были, я не знаю, ну, в общем, как всегда. Откуда у меня это вообще? И что это вообще? Сейчас тебе на лоб наклею мифку. Блин, взрослая жизнь, я в самом деле такой геморрой. Что это, твою мать? Ладно, это я оставлю. А вот считай, я этим нахрен быкину. Руководство пользователя Lexus. Почему он у меня здесь? Надо было в машине это оставить. Это же очень полезная вещь. Вот, кстати, прям вот эту штуку у меня. Круиз-контроль. Прикольно, это надо в машину положить. Какие-то документы у меня. А, это херня какая-то. Херня на сумму 144 тысячи. Супер. Вообще, откуда это здесь? Это ему лет сто. 16-й год. Какой-то чек из магазина Togas. Я с ума схожу. Охренеть, это же надо одеяло 43 тысячи. Сумасшедшие цены, конечно. Надо было мне это в почтовый ящик бросить. Ну ладно, уже просрочно. Короче, доразберусь в шкафу в этом. Домонтирую видос и пойду, наверное, спать. Не знаю. Уже времени много, кстати. В принципе, я тут уже доразобралась. Самое нашло. Все-таки не зря. Вот это радость. Все-таки не зря. Сколько у меня щитов, ребят, сейчас с ума садись. И причем это не какие-то там счета, которые надо оплатить, боже мой. Нет. Это мусор, это все мусор. Это то, что уже сто раз уплочено, понимаете? Ребята, надеюсь, что вам понравилось это видео. Знаю, что оно было, наверное, вам неинтересным, скорее всего, но я всегда так говорю, потому что я никогда не знаю, что вам понравится, никогда не знаю, какой мой день зайдет вам больше всего, потому что бывает, что у меня активный, насыщенный день, но он не особо заходит, а бывает, что обычный, домашний день, и он вам нравится, поэтому никогда не знаю. В любом случае, Я просто счастлива, что мы с вами на одной волне. Вы смотрите меня, я читаю ваши комментарии. И для меня очень важна обратная связь. И вы знаете то, что я всегда читаю комментарии. Сейчас тоже буду читать комментарии под четвёртым блогом. Я уже читала сегодня комментарии, конечно же. Но там есть ещё те, которые я не успела прочитать. Поэтому не забывайте оставлять комментарии. Я их, правда, все читаю. Просто обожаю читать ваши комментарии. Для меня это прям, знаете, отдача. Даже просмотрение столько для меня значит, как ваши комментарии. Потому что я знаю, что человек смотрит и не просто поставил на фон и забил. А он прям смотрел и решил написать что-то. И для меня это очень важно. И мне это очень приятно. Поскольку реально, когда неделя влогов, я просто живу комментариями. Я обязательно просто как просыпаюсь, открываю глаза и начинаю читать комментарии. Ещё сегодня я сделаю фотографии, чтобы завтра выставить. Точнее, уже сегодня. Поэтому, если вы смотрите этот влог, то, скорее всего, я уже выставила фотку. Либо скоро выставлю фотку с фотосессией в купальнике. Не знаю, посмотрю, ещё не смотрела фотки. Но, в любом случае, надеюсь, что вы поставите лайк мне на фотках в Инстаграме. Подпишитесь, кто не подписан. Ну и на YouTube тоже можете подписаться, если вам нравится, конечно. В общем, ладно. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.